Вопросы сохранения исторической памяти и важности народного единства обсудили в Брестском горосполкоме участники диалоговой площадки «Мы вместе». Открыл диалог помощник президента, инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик. Начиная свое выступление, первым делом спикер подробно рассказал о предыстории праздника и геополитической обстановке, сложившейся в период между двумя мировыми войнами. Сегодня очень важное мероприятие и, конечно, особая значимость этому мероприятию придает то, что мы проводим его накануне самого молодого праздника нашей страны, Дня народного единства. В этой связи, конечно, много было публикаций, обсуждений и так далее, но, тем не менее, понимание значимости этой сути и значимости этого праздника, оно будет приходить и со временем, где-то будет совершенствоваться, будет развиваться. И, конечно, будет добавляться какой-то смысл, но уже сейчас перед нами всеми стоит вопрос, даже каждый из нас, и вот накануне, наверное, сегодняшнее мероприятие задумывался о том, все-таки шел такой праздник, День народного единства. Только ли это дата, приуроченная к дню освобождения Западной Беларуси, Треста и его воссоединения с Восточной Беларусью, или же это что-то такое более значимое, другое. И поэтому, конечно, нам всем здесь присутствующим, даже на стоим лицам, активистам нужно обсуждать это, осмысливать, обдумывать для того, чтобы где-то обменяться мнениями и пришло понимание того, что все-таки значит этот праздник. Несмотря на сложности белорусскому народу, в тяжелые предвоенные годы удалось объединиться, и это стало прологом к нынешней независимой стране. Именно поэтому сегодня так много внимания в Беларуси уделяется сохранению исторической памяти, ведь народное единство – основа нашего суверенитета. Мы неспроста сегодня собрались с таким активом, чтобы в первую очередь каждый из нас мог сказать, что для него является 17 сентября. Это та историческая дата, которая подтолкнула нас и подталкивая дальше держаться сообща. Сегодня государство – это независимость, а независимость – это люди, и всю историю делают именно люди. И того, как мы с вами понимаем, как мы доносим нашему молодому поколению. Ту работа, которую мы сегодня ведем по патриотическому воспитанию – это не просто слова, это наша жизнь и наше будущее. Поэтому мне вот со своей стороны ту работа, которую мы ведем на площадке города в плане восстановления и сохранения исторической памяти, это и реставрации, ремонты памятников Великой Отечественной войны, восстановление гарнизонного кладбища, и уход за могилами наших ветеранов, и военнослужащих, которые отдали свою жизнь. Это и вопросы создания патриотического центра на базе Брестской крепости. Это то, что нас будет мотивировать и не даст возможности переписать завтра тем, кто с нами не согласен, нашу историю. На открытом диалоге участники также обсудили достижения, которые были сделаны для развития Первого региона и всей страны за последние годы. Кроме того, были озвучены перспективные направления, которые помогут улучшить качество жизни и двигаться далее. Для нас 17 сентября, для меня, моего поколения, я, наверное, так это охарактеризую, это тот собирательный образ, который, наверное, воплощает нам завтрашнее будущее. Очень свободное, миролюбивое. А сегодня мы, каждый из нас, должны делать, каждый на своем месте, ту работу, за которую он в ответе. И в результате мы получим то государство, которое мы хотим. Поэтому вот у меня такой посыл и то, что здесь много представителей и наших вузов, и общественных объединений. Не хотелось, чтобы вы эти вещи проговаривали. Не стесняясь, наверное, мы могли гордиться, когда мы поем гимн Республики Беларусь. Когда поднимают наш флаг страны. Когда к нам приезжают люди и радуются за то, что они могут свободно и смело ходить в ночное время, не боясь, что на его нападут или, не дай бог, здесь убьют. И, наверное, в этом есть цена жизни. Потому что у каждого из нас родина начинается именно с родных и близких, с тех, кого мы любим. И когда мы окружаем их заботой, любовью, стариков, вниманием, от этого, наверное, складывается общее мнение и толерантности нашего народа. 85 лет для развития любого общества – это только миг истории, период его рождения и становления. Для человека же это этап наставничества, передачи опыта прожитых лет, возможность поделиться накопленными знаниями и ценностями с молодым поколением. В ходе мероприятия прошло чество неизвестного поэта и писателя Ивана Мельничука, который посвятил Брестской земле немало своих произведений. К слову, накануне Дня народного единства Иван Михайлович отметил 85-летний юбилей. Праздник очень хороший, и вы понимаете, что жалко, что многие забыли про этот праздник, но я родился 15 сентября, и с тех пор самый настоящий революционер. Я в 50-х годах написал целые стихи, можно сказать, поэмы писал, стихи писал о Айчине, Беларуси, предпосвящал партии Советской Радзиме, Айчине, Беларуси. И захоплялся тем, что вот такая хорошая краина. Значимость этого праздника очень велика, потому что мы понимаем, что те события, которые произошли 85 лет назад, они были исторически значимыми, исторически ценными для нашего народа, потому что, наконец-то, наш народ, несправедливо разделенный в годы Рижского мира, наконец-таки объединился Западная Беларусь, Восточная Беларусь. Мы стали единым целым. И это тот фундамент, который позволяет сегодня нам строить нашу суверенную, независимую страну, жить в мирной стране, развиваться, думать о чем-то хорошем, думать, строить планы на будущее. Поэтому для молодежи, я думаю, этот праздник тоже значим, потому что мы понимаем, что без него мы бы не имели того государства и той жизни, которую имеем сегодня. Анастасия Милишкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.